Привет! Знаете ли вы, что такое кератоз? Если не знаете, то возможно вам повезло и у вас нет этой проблемы, а может вы просто не знаете, как это называется. В сегодняшнем видео расскажу и покажу вам, что это такое. Будет несколько фотографий кожи очень сильно вблизи, не слишком аппетитных и привлекательных, так что если у вас с этим проблемы, рекомендую прямо сейчас отключиться. Ну а если вам интересно, что можно сделать с этим и как бороться с этой проблемой, то наоборот продолжайте смотреть. Меня зовут Наталья, мне 41 год, я плюс сайз, но я считаю, что женщина может быть прекрасна в любом возрасте и при любом весе, поэтому у себя на канале я рассказываю о том, как поддержать красоту нашего лица и в том числе красоту нашего тела при помощи уходовой косметики. Если это звучит как что-то для вас интересное, добро пожаловать, подписывайтесь на мой канал, я буду очень рада пообщаться с вами в комментариях под моими видео, которые обычно выходят три раза в неделю, вторник, четверг, суббота, но сейчас в декабре буквально каждый день. Итак, проблема, которая в народе называется куриная кожа или гусиная кожа, имеет официальное медицинское название кератоз или фолликулярный кератоз. Если вы у себя на теле, гораздо реже на лице, но, говорят, тоже бывает, наблюдаете небольшие бугорки под кожей, которые не являются классическими крыщиками или акне, то есть у них не присутствует элемент воспаления, они обычно не болезненные, но могут вызывать ощущение зуда, то, возможно, у вас как раз именно эта проблема. Чаще всего кератоз появляется на вот этих вот частях рук, ниже локтя тоже, но в основном вот на предплечьях, блин, я забыла, короче, на бицепсах. Также очень часто он появляется на коленях, на ногах, на бедрах, на ягодицах и имеет такое свойство, что усиливается в холодное время года при сухости кожи и при трении кожи об одежду. Это состояние кожи не считается заболеванием, причины его до конца не изучены, но установлено, что это обычно генетическое, то есть чаще всего наследуется от одного из родителей. Это не значит, что в обязательном порядке будет присутствовать, но если у одного из ваших родителей есть такая проблема, велика вероятность, что в течение вашей жизни в какой-то момент она у вас тоже может проявиться. Хорошая новость заключается в том, что это не болезнь, это состояние не является заразным, его невозможно передать другому человеку, ну, кроме как родив ребенка и передав ему генетически. Также кератоз не несет никакого вреда здоровью, не угрожает вашей жизни и, в принципе, считается исключительно эстетической проблемой. Единственное, что может доставлять дискомфорт, как я уже сказала, это зуд. И по моему опыту, то, о чем большинство блогеров, большинство дерматологов не говорят, но у меня периодически бывало, что отдельные вот эти пупырышки начинали воспаляться и превращались в небольшой прыщик. Ну, это единичные случаи, такого массового какого-то покрытия прыщами я на себе не видела и, в принципе, считается, что по большей части ничего плохого, кератоз, никакого вреда он вам не наносит и ничего плохого с вашей кожей не происходит. Но все же это эстетически не очень красиво выглядит, да и на ощупь не особо приятно, когда кожа с такими бугорками. Поэтому я, в принципе, всю свою жизнь пыталась бороться с, ну как, всю свою сознательную взрослую жизнь у меня в детстве не было такой проблемы. В один прекрасный момент я почувствовала, что моя кожа стала более грубая и какая-то слегка пупырчатая. И, в общем, я озаботилась проблемой борьбы с этим состоянием кожи. Долго у меня ничего не получалось, пока, наконец, вот в прошлом году я не взялась за эту тему основательно. Я поговорила с собственным дерматологом, я посмотрела какое-то количество информации на ютюбе и почитала статьи и другие открытые источники. И, в общем-то, выработала для себя такую уходовую рутину, которая позволяет мне, если не полностью побороть кератоз, то, по крайней мере, свести его к тому минимуму, который меня не беспокоит. В принципе, причина того, что у нас появляются вот эти пупырышки в том, что наша кожа производит слишком большое количество кератина и не успевает достаточно быстро обновляться, достаточно быстро отшелушиваться. Таким образом, файлосяные фолликулы оказываются блокированы эпидермисом, и пушковые волосы на теле не могут прорастать, и сворачиваются в спиральку, остаются под кожей, и таким образом именно и получается вот этот вот пупырышек, вот этот вот бугорок. Дополнительно, как я уже сказала, в сухое и холодное время года, когда кожа становится суши, менее увлажненная, это состояние усугубляется, потому что чем кожа сушит, тем она хуже обновляется, то есть еще больше замедляется процесс естественного отшелушивания, хотя казалось бы, кожа сухая сшелушится, но на самом деле процесс еще сильнее замедляется, и тогда совсем труба. Собственно, поэтому решение этой проблемы достаточно простое, формулируется в одном предложении, которое мне сказал мой дерматолог, это отшелушивать и увлажнять. На практике все несколько сложнее и требует комплексного подхода, поэтому я, как я уже сказала, выработала для себя рутину, состоящую из нескольких средств и этапов, о которых сегодня я вам расскажу. Что касается отшелушивания или эксфолиации, то тут, как вы, возможно, знаете, есть два пути, физическая и химическая эксфолиация. Физическая, осуществляющаяся при помощи какого-то абразивного элемента, это может быть вот такая вот щетка жесткая, это может быть скраб для тела, это может быть также вот такая вот рукавичка, они бывают муслиновые, у меня какая-то специфическая ткань из морозника, но я не уверена, что это не маркетинговый трюк, но, в общем-то, такие рукавички характерны для азиатских стран, в Турции очень, какое-то есть специальное название, но я сейчас забыла. Короче, когда начинаешь такой рукавичкой полировать влажную кожу, то отмершие клетки скатываются такими катушками. Ну и как действует жесткая щетка или скраб, мы, наверное, все более или менее представляем себе. Химическая эксфолиация работает немножечко по-другому, осуществляется обычно при помощи энзимов или кислот, но в случае с кожей тела рекомендуют все-таки сконцентрироваться на кислотах, потому что энзимы это чуть более нежная эксфолиация. И в первую очередь за отшелушивание роговевшего слоя отвечают AHA или AHA кислоты. Это гликолевая кислота, молочная кислота, ну их там на самом деле целый огромный список, но, по-моему, самая распространенная это гликолевая. Кислоты разрушают соединение между клетками эпидермиса и таким образом они отшелушиваются, уходят с поверхности кожи, кожа обновляется и становится более гладкой. Ну и, соответственно, чтобы после этого она продолжала обновляться в более ускоренном режиме, чтобы не замедлялся процесс отшелушивания, нужно поддерживать также и должный уровень увлажненности кожи. Ну, для этого обычно используются все те же увлажняющие кремы. Собственно, даже простой увлажняющий крем для тела, если вы будете его использовать на кератоз, уже облегчит ваше состояние, как минимум, вот эту вот сухость и зуб. Но для того, чтобы эффективно бороться именно за гладкость кожи, тут нужно комбинировать и физическую эксфолиацию, и химическую эксфолиацию, и увлажнение. И я это делаю следующим образом. Когда я принимаю ванну на распаренную кожу, я использую одно из физических или физико-химических эксфолирующих средств. То есть я либо отшелушиваюсь вот такой вот варежкой, либо использую вот эту жесткую щетку, либо применяю мой самый любимый для этих целей продукт. Это скраб от марки First Aid Beauty. Он прекрасен тем, что в нем сочетаются и AHA кислоты в количестве 10%, насколько указано на упаковке. И также это очень плотный физический скраб с мелкими частицами, не слишком острыми, чтобы повредить кожу, но достаточно жесткими, и их достаточно большое количество, чтобы скрабирование было прямо такое очень мощное. Что касается вот этих вот штук, я вам хочу посоветовать одну вещь. Если вы только начинаете бороться с кератозом, не прибегайте вот к такой агрессивной чисто физической эксфолиации, потому что могут появиться такие красные точки, которые долго не будут проходить. У меня есть такие штуки на руках, потому что я, как бы не зная броду, совалась сразу с ядреной эксфолиацией, и они медленно проходят. Но это очень медленный процесс. Я ставлю на экране сейчас фотографию, как вблизи, в таком правильном освещении, чтобы все было вам заметно, выглядит сейчас моя кожа. Это далеко от идеала, безусловно. Знавала я девушек с гораздо более гладкой и нежной, и менее пупырчатой кожей, и без этих вот красных точек. Но вы себе не представляете, насколько это лучше, чем, допустим, год назад у меня зимой выглядела кожа рук. Жаль, конечно, что я не запланировала это видео сильно заранее, не сфотографировала, как бы, ситуацию до, но до вы видели, наверное, на каких-то картинках, которые я нашла в интернете и демонстрировала вам в начале этого видео. В общем, если вы только начинаете борьбу с кератозом, и у вас еще кожа достаточно сильно текстурная, пупырчатая, много вот этих вот пупырышков, то я рекомендую все-таки сначала сконцентрироваться на химической эксфолиации, а потом, когда она уже станет более гладкая, тогда вы можете уже переходить к вот таким мочалкам и рукавичкам и пользоваться ими, по крайней мере, чередовать с другими средствами. Но вот этот вот скраб, это просто супер, потому что он объединяет и одно, и другое. Единственный его недостаток, что у меня он быстро кончается, честно говоря, сейчас уже, вот видите, вот столько его осталось, вот так вот. И надо было, конечно, на Черную Пятницу купить еще, но у меня уже закончились деньги. Но в любом случае на Лук Фантастике 20% скидка действует всегда, и он получается, ну, такой разумный по цене, я бы сказала. Поскольку я не до конца все-таки верю в то, что смываемое средство дает достаточное количество кислот моей коже, чтобы она отшелушивалась, то после того, как я приняла ванну и поскрабировалась скрабом или потерлась вот этой вот варежкой или щеткой, то я применяю еще одно кислотное средство. Обычно я выбираю какой-нибудь бюджетный кислотный тоник для лица, в частности, вот этот вот от The Ordinary у меня был с гликолевой кислотой. Сейчас он не бюджетный, но мне просто его прислали на обзор. Это тонер от Дермокосметика с AHA и BHA кислотами. И следующий на очереди, я им пару раз уже попользовалась, но еще так конкретно не протестировала, это вот этот вот гликолевый тонер от марки Good Molecules. В принципе, практически любой продукт с AHA кислотами вам для этой цели подойдет. Средства для лица зачастую бывают излишне мягкие, но это не относится к тонеру от марки The Ordinary. Он такой ядреный, я как раз-таки не рекомендую его использовать на лицо, если только у вас не очень-очень жирная и толстая кожа, потому что он еще и алкоголь, по-моему, в составе имеет. И моя кожа, например, его не может на лице переносить, но мне, собственно, на лице кислоты и не особо нужны. Что касается этих двух тоников, я вот этот, по-моему, пару раз на лице использовала, но, опять же, мне не нужна эксфляция кислотами на лице. Что касается BHA кислот, которые здесь тоже есть в составе, то они нас по большому счету не интересуют, потому что BHA, это в первую очередь салициловая кислота, это жирорастворимый компонент, который проникает в поры и растворяет кожный себум внутри пор. Для кератоза, соответственно, это не очень актуальный компонент, потому что нам нужно в первую очередь отшелушивать с поверхности кожи отмершие клетки, а в поры проникать или, тем более, какой-то себум растворять, нам нет никакого резона. Конечно, другая ситуация, если у вас, допустим, на коже тела забитые поры, акне, жирная кожа и что-то такое, тогда BHA кислота для вас то, что доктор прописал. Но мы сегодня говорим о кератозе, и для кератоза я считаю, что BHA, она как бы не лишняя, потому что, насколько я понимаю, она тоже отшелушивающий эффект оказывает, но ориентироваться нужно именно на AHA в составе. И, конечно, если вы найдете продукт, предназначенный конкретно для кожи тела, то это гораздо лучше, потому что они сформулированы иначе, они, возможно, более агрессивны и содержат большее количество кислот, чем тоники для лица, и я думаю, что эффект будет больше. Но не так уж много, к сожалению, кислотных средств для тела, на рынке их днем с огнем не сыщешь, поэтому я приспособилась и использую тоники для лица. И я просто наливаю жидкость в ладошку, не использую никакой ватный диск, и намазываю совершенно спокойно, сразу после выхода из души или ванны, намазываю кожу везде, где меня интересует борьба с кератозом. Ну, как я уже сказала, в моем случае это руки, бедра и колени с внутренней стороны. Вот это место у меня тоже очень сильно подвержено данной проблеме. В категории тонеров я пробовала еще салфетки с кислотами от марки Dennis Gross, специально выпущенные для этих целей, мне их прислали на обзор, и я должна сказать, что они прекрасно работали и вносили свою лепту в процесс ухода за моей кожей, но мне показалось, что это не очень рациональное средство, потому что салфетки в индивидуальной упаковке, и хотя одной вроде как хватает на все тело, но если вам, допустим, не нужно много разных мест отшелушивать, то у вас получается, что просто пропадает этот состав. И оно весьма-весьма дорогое, так что я, наверное, я не могу сказать, что я его не рекомендую, потому что оно работает, оно делает то, что заявлено, но мне кажется, что можно найти что-то более бюджетное, и не обязательно платить такие деньги за отшелушивание. Но если вас они как бы интересуют, то я их попробовала, использовала весь курс, и они действительно работают. Но другой вопрос, что вы не можете сделать один курс и надеяться, что все, на этом у вас теперь всегда останется гладкая кожа. Помогать коже отшелушиваться нужно постоянно, иначе вернется все в изначальное состояние. Дальше, как вы понимаете, задача стоит увлажнить кожу, но я также стараюсь использовать увлажняющие средства для тела, которые содержат какой-то процент кислот или другие отшелушивающие компоненты. Что касается кислотных, то мне очень понравился вот этот вот лосьон для тела от Polos Choice. Несмотря на то, что он содержит 2% BHA, а AHA, по крайней мере, на упаковке даже не указано, я не знаю, может в составе и есть, но он работал достаточно хорошо, и мне очень нравился тем, что легкий, быстро впитывался, и на мой нос приятно пах. Я слышала, что некоторым не нравится его запах, но для меня он пахнет чем-то типа горького шоколада. Немножко медицинский запах, но, в принципе, напоминает мне горький шоколад. Я говорю в прошедшем времени, потому что у меня закончился благополучно этот продукт, и, в принципе, банка пустая, ждет только съемки этого видео, после этого отправиться в мусорку. Этот продукт для меня скорее на лето, потому что, хотя у него текстура классического крема, не жидкого лосьона, а именно такого крема, но, как я сказала, он очень быстро впитывается, и такой легкий по ощущениям, не слишком жирный, не слишком окклюзивный на коже. На зиму мне бы хотелось чего-то более насыщенного, более питательного. Еще один продукт из марки First Aid Beauty, я, кстати, забыла, когда про скраб говорила, что это конкретно линейка для борьбы с кератозом, она называется KP, вот здесь вот буковки KP, Keratosis Polaris на латыни, насколько я понимаю. Может быть, я, конечно, коверкаю название, но мне кажется, что как-то так. Так вот, этот лосьон я купила на Черную пятницу, но начинаю думать, что он тоже подойдет для лета. Видите, какой он жидкий? Вообще, мне не очень нравится, когда из тубы вытекает, при том, что ты ее не сдавливаешь, но, тем не менее. Такой достаточно жидкий именно лосьон. Вот он называется лосьон, и как бы так и есть. Какой-то запах у него, безусловно, есть, но я не могу понять, какой. Очень слабый, невыраженный, такой технический, я бы сказала, пахнет просто какой-то косметикой, каким-то кремом. У этого крема немного странная текстура. Сначала кажется, что он такой жидкий, что будет быстро впитываться, но когда начинаешь размазывать его по коже, появляется ощущение, что он какой-то слишком липкий и возюкается просто туда-сюда. Приходится потратить некоторое время, чтобы его распределить, но потом он достаточно быстро впитывается и схватывается такой, как будто бы пленочкой. И тогда уже кожа абсолютно не липкая, не перегруженная, не жирная, вообще нет никакого финиша на ней. У меня, кстати, много фаворитов в этой категории, увлажняющих кремов с кислотами, именно для летнего периода. Еще один продукт, третий, по-моему, получается, это сыворотка с ячей кислотами от Marker N. У меня была миниатюрка этого средства, мне прислала ее в подарок подписчица, за что огромное спасибо. Я влюбилась в это средство, оно у меня было в каких-то летних фаворитах, но я пока не стала его повторять, потому что для меня это, очевидно, тоже летний продукт. Ставлю на экране фотографию банки, как это выглядит, и это такой очень-очень легкий светло-желтый лосьончик, даже вот между сывороткой и эмульсией, я бы сказала, может быть, как такая молочная сыворотка, который пахнет потрясающе апельсинчиками, очень быстро впитывается, очень хорошо так увлажняет приятно кожу, но, опять же, достаточно легкое средство, которое, мне кажется, лучше подойдет на лето. И, в конце концов, то единственное, что мне пока что понравилось для зимы, достаточно насыщенное, достаточно питательное, но это увлажняющий крем не с кислотами, а с мочевиной. Это, кстати, еще один компонент, который неплохо отшелушивает верхние слои вот этого наросшего кератина, и при этом одновременно еще и увлажняет. Здесь содержится 10% мочевины, и как раз-таки это не заявлено как средство против кератоза, но это разглаживающий крем для сухой, грубой и пупырчатой кожи. Bumpy Skin. Ну, то есть, текстурной кожи, наверное, так более правильно пупырчатая, как-то не совсем научно звучит. Ну, то есть, хотя здесь не написано, что это конкретно для кератоза, но описание соответствует нашим задачам. И в данном случае это уже такой густой крем, немножечко бальзамный даже. Создает такую окклюзию на коже, что я, когда им первый раз намазалась, то на следующий день еще чувствовала, что у меня на коже что-то осталось. То есть, он как самые любимые мои ночные маски оставляет на кожу небольшую пленочку. И когда в следующий раз принимаешь душ, то чувствуешь, как смываешь его остатки. Не всем, наверное, это понравится, но все-таки для сухой кожи на зиму я считаю, что вот это оптимальный вариант из всего, что я перечислила. Так что на данный момент это основное средство, которым я пользуюсь. Есть еще один продукт с мочевиной, который тоже, в принципе, подходит для такого использования. Вот этот крем от Эуцерин, тоже Roughness Relief Cream. Тоже Bumpy Skin написано. То есть, в принципе, с теми же задачами справляется. Но, на мой взгляд, это уже слишком жестко. Я, блин, вам ничего не видно, но это такой прям тоже бальзам. Прямо, видите, колом стоит. И я должна сказать, что я на руках его не полюбила. Для меня все-таки это слишком насыщенная текстура, слишком тяжелая, слишком окклюзивная, слишком суровая эта пленочка получается. На ногах у меня более сухая кожа, и как-то я спокойнее переношу такую окклюзию. А на руках он мне не очень хорошо зашел. Поэтому я его в основном мажу на пятки и на голени. Конечно, на пятках у меня никаких пупырышек нет, потому что там нет волосяных фолликул. Но там у меня тоже проблемы с отшелушиванием кожи, и я спасаюсь именно кремами с мочевиной уже много-много лет. И еще я два пробовала лосьона для тела с кислотами, которые призваны бороться с проблемой кератоза. Один – это знаменитый достаточно Амелиората, и второй – Альфа Боди Лоушен. Ставлю сейчас на экране фотографии, как выглядят бутылки, потому что у меня их нет на руках. Что касается Альфа Боди Лоушен, то он у меня вот здесь вот стоит на туалетном столике. Я остатки допользую в качестве крема для рук. Должна сказать, что оба этих средства на меня не произвели в свое время впечатление. Но вполне возможно дело в том, что просто этого было недостаточно, как одного единственного средства. Если бы я их использовала вот в этом комплексе, который я вам сегодня описываю, то, возможно, они бы тоже работали. Надо, кстати, будет Амелиората купить повторно и протестировать именно вот вместе со всей остальной моей этой уходовой рутиной, с отшелушиванием, там, скрабом или щеткой, с кислотным тонером, и потом использовать вот этот лосьон. Может быть, в комбинации он и будет работать хорошо. Но именно самостоятельно одного только лосьона с кислотами, даже если он заявлен как для борьбы с грубой кожей, пупырчатой кожей или кератозом, одного лосьона просто будет недостаточно. Нужно именно комплекс мероприятий проводить. Ну и напоследок есть одно средство, которое работало на моей коже и давало ей все, и отшелушивание, и увлажнение. То есть я пользовалась вот этой отшелушивающей рукавичкой и потом наносила вот эту кислотную эссенцию от японской марки Абаджи. И она давала достаточно увлажнение и достаточно хорошо отшелушивала. И, в принципе, ничего другого мне было не надо, когда я ей пользовалась. Но это средство не для тела, а для лица. И оно весьма и весьма недешевое. И хотя банка эта большая, здесь 180 миллилитров, но при ее цене в 80 баксов с хаком, потому что еще за доставку надо заплатить, я считаю, что это не суперэкономичное, не суперрациональное средство по уходу за телом. Но если, допустим, вам финансы позволяют, и вы не хотите использовать несколько вот так вот скраб потом... На самом деле, если вот посчитать все вместе, может быть и получается, что выгоднее купить одно средство. Но, опять же, я не могу гарантировать, что на вас будет работать так же, как на мне. Но про себя я могу сказать, что если бы у меня было достаточно ресурсов, чтобы покупать вот эту штуку для тела, то я бы пользовалась только ей и горя бы не знала, честно говоря. В общем, вся вот эта моя рутина, состоящая получается из трех шагов. Сначала отшелушивание в процессе приема ванны или душа, потом нанесение кислотного тонера и потом нанесение кислотного увлажняющего крема, дает, как я уже сказала, не космический какой-то результат, не избавляет меня полностью от проблемы кератоза, но выводит состояние кожи просто на новый уровень. У меня есть отдельные вот эти вот пупырышки на коже, но в целом она значительно более мягкая, значительно их меньше. Она, естественно, абсолютно не сухая, более гладкая, более нежная. И, в принципе, я довольна. Я, конечно же, буду искать возможность еще и еще улучшить ее состояние, но в целом сдвиг меня вот этот вот очень сильно радует. И последнее, что я хочу сказать, это что я заметила тоже скачок в улучшении состояния своей кожи, когда стала ходить этим летом на массаж. У меня защемило нерв в шее, я была вынуждена пойти на массаж, но я обратила внимание, что меня массажист разминает мне верхнюю часть тела, в том числе и руки, с использованием масла, и, видимо, это масло дает дополнительное увлажнение. И, как я сказала, я заметила улучшение на своем кератозе. То есть это как бы добавилось ко всей моей вот этой уходовой рутине. Я не могу похвастаться тем, что я сама использую масло в уходе. Наверное, следовало бы его добавить, но мне кажется, у меня и так очень много разных средств для тела. Это значительно больше, чем я использовала раньше. Раньше я вообще практически не пользовалась лосьонами для тела, потому что кожа у меня на теле нормальная, беспроблемная, но вот с возрастом она становится все суше, и, видимо, поэтому обострилась проблема кератоза. Но все-таки раз в неделю, иногда два раза в неделю я хожу на массаж, и меня намазывают маслицем, и я замечаю, что это дает свой дополнительный положительный эффект. Так что, если даже вы не ходите на массаж, или вам нет необходимости, или нет возможности, попробуйте добавить к своей рутине по уходу за телом еще какое-нибудь масло. Масло выбирайте, в принципе, совершенно любое, для лица, для тела, не обязательно дорогое, можно дешевое, то, которое вам подходит, то, которое вам нравится, то, которое достаточно быстро впитывается, вас не раздражает по запаху, не раздражает по текстуре, и, в общем, то, которым вы будете пользоваться. Потому что единственный способ, чтобы средство было эффективным, это если вы будете его использовать. Если оно будет стоять на полке, ничего не поменяется. Собственно, это все, что я вам сегодня хотела рассказать. Я надеюсь, что если вы страдаете проблемой гусиной кожи или куриной кожи, то вы нашли в этом видео для себя что-то полезное и интересное. Не забудьте тогда поставить, конечно же, ему лайк. Если вам интересно, чем я накрашена, то, по-моему, вполне очевидно, что на глазах у меня палетка Huda Beauty Rose Quartz, а на губах чуть менее очевидно, но это Fenty Beauty блеск для губ в оттенке Fassi. На этом я с вами прощаюсь, целую, обнимаю, и до новых встреч. Мы увидимся с вами совсем скоро, скорее всего, буквально завтра. Пока!